Как только город становится миллионником, в нем обязательно нужно построить метро, потому что, да блин, потому что, ну вот смотрите, вот у нас список городов миллионников. Самара, они уже тоже, блин, строят метро, ну очевидно же, вы можете зайти в Википедию, там будет вот этот ровно список. На самом деле, это правда, я никого не обманываю. И действительно, вот в Москве, в Санкт-Петербурге, в Сибирске, в Петербурге, в Новгороде есть метро, и в Казани даже есть такое метро. И это все отлично, и прекрасно, и суперзамечательно, давайте мы тоже Воронину будем строить, потому что и нам будет это очень хорошо. Но есть один нюанс. Вот, просто по поводу конкретно города Миллионника, то есть города Миллионника, начинается строить метро. Есть один нюанс. Юра вчера помнил насчет того, что, вы знаете, не все города начинают строить метро, когда у них появляются беложители. Некоторые начинают строить раньше, например, рейдер. А некоторые начинают строить метро, когда они становятся миллионниками и приближаются к нему. Но вы знаете, что-то идет не так. Схема линии Омского метрополитена. Станции для технику. Это реально город, в котором бухали десятки миллиардов рублей на строительство метро, построили одну станцию... И оно там есть? Нет, нет. Подожди, подожди. Там есть одна станция и метромост. И все. Вот. Возить по ним пассажиров сложно, а так-то равно и есть. Схема реально есть. Выглядит она вот так. Все прекрасно. Одна проблема, что ничего кроме этого не построено за 20 лет. За 25 лет. Более точно. Это как бы невероятная ситуация, но это так. Просто потому, что метро это на самом деле очень дорого. Возьмите на счет того, что у нас есть 7 городов с метро, которые блокируют его строить 6. И ворозишь в этот список не попадает, нам очень жалко импотием, что там был метро. С этим списком есть только одна проблема. Заключающаяся просто в том, что если посмотреть этот список целиком, то... Отличный список. Одна проблема. Если я сделаю вот так и обновлю, то все эти станции никто не строит метро. Из того списка, который начался. Оно либо отменено, либо оно отложено, либо вот это вот для самых классных. Потому что оно строится. Но вот с 95-го до 92-го года, вот в Челяжинске там они только собираются. Там хотя бы станции не отложили. Это их счастье. Но Омск уже деваться некуда, им придется его достраивать. И придется видимо заставить всех жителей города строить метро. Идет заливнейший, я потом скажу. Да, да. То есть каждый раз, когда они сейчас разговоры о том, что у нас в Омске все очень плохо, у нас в Омске уезжают люди. И что же у нас делать? Начинается история про то, что нам нужно достать метро, и тогда у нас люди будут ставаться у нас лучше в клинике. В социальном том числе. К несчастью все обычно идет немножко в другом пути. Перед первым моментом про список городов все понятно. То есть у нас есть города большие и типа классная где, метро отлично. на самом деле есть, а на самом деле работает и приносит даже денег в бюджет. Ну как, потому что там само себя окупают. А это не что-то трогавное. Метро само себя окупает. По московскому не важно. Ну просто сразу мне что-то переводят. Вот. Это как бы во-первых, во-первых. Вторая история про то, что ну раз в городе пробки что же нам делать, давайте построим метро. Я хотел добавить две картинки, но не стал добавить, потому что это лучше абсолютно плавать. Все тут знают. В понедельник. В Воронеже были десятибалльные пробки. Во вторых, да. Во вторых в Воронеже были десятибалльные пробки. Ну уже уж кошмар. Но есть один нюанс, что мы знаем много городов, здесь метро и есть десятибалльные пробки. Ну как минимум один такой мы знаем. Как минимум Москва. Пробки в Москве очень классный момент, что когда в прошлом году Юра рассказывал про то, что Воронежский трамвай был загублен начиная с 70-х годов, потому что 60-х. Просто потому что линии строились так, что все стало плохо. После того как стало чуть не так хорошо, когда кризис Лёшко-динансирный уступил. То в случае с Москвой это тоже влюстили на те же годы, только чуть раньше, по тем же причинам, что там улица пошире, лучше хорошо. В итоге у нас есть Москва, где тоже есть пробки. И есть Воронеж, где тоже есть пробки, но нет метро. Давайте построим метро будет классным. Третий пункт. Насчет того, что метро это быстро. Да, метро действительно это быстро в том случае, когда вы в него уже спустились и вы на нем едете. Но если вам нужно пройти чуть более метриреально, чуть-чуть более метриреально, в смысле, давать переход со статанцией на станцию, если станция чуть более глубоко залегает, и если вы, например, не можете передвигаться пешком, например, если вы не войдете на коляске, если вы с чемоданом, с тяжелым, или с коляской с ребенком, или что угодно еще, то метро становится немножко тяжелее. Ну ладно. Сейчас Юра будет дальше сказать, что это более красиво, а у меня по словам в основном кое-что. Когда мы считаем время доступа из одной точки в другое, нужно считать и костными потерьми. И с момента посадки и посредством вагон, и выхода из вагона, а еще подход и отход. И вот этот момент нужно держать всегда в памяти, когда вы где-нибудь видите проект, например, трамвай, или метро, или, господи, на рельс, например. Просто потому что, вот вы видите линии, например, просто, например, чертите круг, например, мысленно, в районе 8500 или 1 км, или 1 км, это будет приблизительно сколько времени люди будут допираться туда, то есть из каких кварталов они смогут туда дойти. Но это как бы это первое момент, а второе место, что если вы начертите круг так, сколько это будет реально по расстоянию, то там будет немножко более печальная картинка, потому что у нас крупноквартальная застройка, и в некоторых местах приходится идти раза в три дольше, чем по прямой. Ну, просто имейте в виду. Вот. И я сейчас покажу свой любимый слайд насчет того, тут должно быть два слайда, тут Тоня себе пилы как-то не подготовился, у меня были улыбалованные причины, но не важно. Ага, покажи, да. Сейчас, короче, представьте себе слайд насчет того, что... Представьте себе слайд с раскрученным Макдаком, который ныряет в свое деньгохранилище и там поискается. Слайд должен называться так, что, типа, давайте строить метро, но федеральный бюджет нам поможет. Вот. Извините, извините, я не смог сделать классную картинку по одному выводу. Я, кстати, думаю, что я... Завтра я сделаю презентацию без слов, потому что никто не снимает, но со слайдами там будет понятно для тех, кто не пришел. Это будет первая, это была бы первая картинка. А еще две картинки была бы первая, это была бы картинка про бюджет на 16-19, на 17-20-е годы федеральной уже России, которая дефицитовала. Струс Макдак, который бы не смог искать эти коммуникации. А вторая, вторая картинка, ну, все его вроде бы видели, но это не мешало. А картинка про то, что у нас есть метро. Мы знаем, что это строительство, просто потому что мы не знаем, что это строительство, на самом деле, это... очень тяжело. А ты можешь посмотреть, да? Все очень плохо. Я просто гляжу, все повинутые пользователи и очень не любят мыши своему. Я, например, не умею. Я, например, общественник безмышевый. А очень? Давай смартфону вот такой, да? Угу. Я просто тебе сегодня рассказываю, но он очень важен просто в том, что мысль, чтобы понимать, в каком состоянии находится город Воронеж. потому что у нас есть очень дорогие кредиты, которые во время сейчас выплачивают. Ну, тут система другого разговора. Оно просто пересекает с тем, откуда город будет брать деньги для того, чтобы все это строить. Потому что в случае, когда вы не можете построить, там, мост в течение тринадцати лет стоимостью, простите, там, меньше выпуски в рублей, вы не сможете построить даже одну, даже станцию не сможете построить, чтобы у вас денег нет. Другое дело в том, что, например, если бы у нас было управление города более качественно, у нас кредиты, например, были бы не под 20 простых годовых, и нам не нужно было бы подождать в течение кредитового количества времени, то, может быть, было бы легче. Но все равно нужно немножко непосильно. Потому что в России история строительства действительно такая же, как, допустим, в Германии. То есть там, в Германии где-то там 150 миллионов долларов за километр метро обходится, а в России хоть 130 миллионов долларов за километр. У нас в Берлину строить чуть-чуть проще, чем в Берлину. По чьей бы причине. Все это показано. Вот. Собственно... Ну давай, переключим меня, пожалуйста, на большую нашу презентацию. Добрый день еще раз. Меня зовут Юрий Новиков, мой город Транспорт. Мы немножко уже рассказывали об этой теме сквозь, когда говорили о такой вещи, как скоростные виды транспорта. Да, сегодня мы решили вернуться к основной теме, да, потому что там или так или иначе у нас в прессе в городском, в общественном пространстве, да, в публичном пространстве, снова возникает тема о том, что давайте построим метро. Вот метро это как раз то, что нас сейчас спасет. Очередной повод, да, Михаил сказал, это наши прекрасные десятибалльные пробки по классификации Яндекса. причем я был уверен, что в Воронеже мы десяти баллов не достигнем но еще очень долго. Мы не сможем эту цифру взять. И тем не менее, мы взяли эту цифру десятибалльных пробок, снова мы заговорили о том, что давайте построим метро, оно решит проблему. Ну, я думаю, что все прекрасно понимают, что очень сложно, да, будет нам построить метро. Кто вообще верит в том, что в ближайшие годы начнется его строительство? Да, правда, да? Но мы хотим рассказать не о том, что это невозможно. Мы хотим в первую очередь рассказать о том, что это не нужно. Итак, почему же? Мифы и легенды про строительство метро заключается в том, что как только в городе, в каком-то, появляется один миллион людей, в нем надо тоже строить метро. На самом деле это немножечко не так, да? То есть когда вот эта информация, она вышла с профессионального круга и переместилась в массовую культуру, в массовое сознание, с ней произошло то, что называется редукция или упрощение, да? Вот в упрощенном бреде так, миллион метров, а на самом деле немножечко не так. Дело в том, что в городах, в мегаполисах, да, в крупнейших городах мира, базовым условием для того, чтобы можно было говорить о том, что необходимо проектировать метро, является достижение цифры в один миллион жителей. Это необходимое условие, но абсолютно недостаточно. И снова прекрасная таблица, с которой мы с Михаилом обсуждали, да, вот если мы сравним, да, то есть города-миллионеры сегодня, это города-миллионеры сегодня, здесь, собственно говоря, они отражены, так как у них население сегодня, вот это население, население непопожной переписи, вот то, что мы имеем на 15-й год, последняя достоверная цифра. Если мы, опять-таки, да, посмотрим, у нас их 15 штук, то посмотрим, сравним с списком, который у нас формально есть метро, да, Москва, Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Екатеринбург, Казань, и последняя строчка, как всегда, Волгоград, но, как мы понимаем, давайте сразу сделаем оговорку, в Волгограде нет метро, там есть скоростной трамвай с подземным залеганием части линии части, подчеркиваю, он не весь под землей, и он далеко не весь и не полностью обособлен. то список будет, на самом деле, намного меньше, да, ну, казалось бы, корреляция есть, есть взаимосвязь, вот там вот перечень городов миллионников, вот здесь перечень городов, которые имеет метрополитен, ну, мы можем логично предположить, что вот эти вот города, да, вот мы видим, собственно, дату постройки, да, ну, Питер, Москва, понятно, две столицы, да, это 35-й год, 55-й год, а вот те города, в которых строительство началось в 80-е годы, да, это четыре города, Нижний Новгород, Товосибирск, Самарик, Екатеринбург, мы потом про них еще поговорим, и Казань, которым метрополитен был построен уже в 2005 году, ну, казалось бы, вот они раньше достигли заветного миллионной цифры, да, вот они получили. Мы цифру достигли, типа, в 2012 году, хотя, думаю, те, кто давно живет в Воронеже, прекрасно помнят, что в 89-м году, вместе с нынешней всей алхомерацией, да, то есть, у нас был миллион двести по состоянию на 1989-й год. Именно тогда впервые, опять-таки, поднялась эта тема про метро, но этого, как говорится, достижения миллиона недостаточно. Одно из самых интересных, так сказать, мест в череде рассказов о том, что вот будет миллион, мы построим метро, является такая вещь, как Рижский метрополитен. Рижский метрополитен – это абсолютно реальная вещь, это не фейк, это не проект чисто бумажный, это та вещь, которую начали строить. Начиналось его строительство в 84-м году. В 84-м году в Риге было 860 миллионов тысяч жителей, в 87-м было 900 тысяч жителей. Метро в Риге начали строить немножечко, так скажем, на вырост, да, но, казалось бы, куча городов-миллионников, которые уже были миллионниками на тот момент, там не начиналось. В Риге началось строительство метрополитенов. Причем то, что планировали строить в Риге, это, если вы обратите внимание, сразу три линии. Да? Но возникает один тогда простой вопрос. А чем же Рига, собственно говоря, заслужила право, если угодно, вне очередного строительства метрополитена? Он специально взял вот эту картинку. Кто мне скажет, где находится Рига? В Латвии. В Латвии, правильно. А с точки зрения другой, вот так скажем, географии, да, на тот момент мы были одной страной. Она находится в узке реки Двина. И на берегу Рижского залива. То есть посмотрите географию, да, она здесь представлена. То есть это город, который раскидан по многим островам и с многочисленными притоками, собственно говоря, с многочисленными речушками, заливами, проливами и так далее и тому подобное. То есть главная необходимость строительства метро именно в Риге было не в том, что там был миллион, а в том, что метро должно было существенно облегчить транспортную ситуацию Риги, которая очень многими водными препятствиями разрезана по местности. И, собственно говоря, ну, грубо говоря, решалась дилемма построить еще 15 мостов или построить три линии метрополитена. И вот из этого исходили, что проще возможно построить три линии метрополитена. Однако, сразу после начала строительства там даже начали строить депо, построили метро-городок, начали, уже полностью провели геологические изыскания. Однако, начались известные события, связанные с окончанием строительства Советского Союза. И советская власть как-то переключилась на другие проблемы, кроме строительства реческого метро. В настоящий момент проблема не решается. Официально от строительства метро отказались. В настоящий момент население Риги – это 640 тысяч человек. Ну, говорить о том, что надо строить метро в этом городе, особенно учитывая динамику населения, ну, как-то, мягко говоря, преждевременно. Тем не менее, такие проекты существовали, связанные они были с тем, что метро – это не просто какой-то вид транспорта, который отличается чем-то там, допустим, от трамвая. Больше трамвая и больше автобуса. Метрополитен – это, понимаете, это особый транспортный инструмент, да? Который, с одной стороны, он предназначен для того, чтобы быстро доставлять на большое расстояние, через существенные препятствия, я подчеркну это, быстро больших пассажирпотоков. То есть, на этого нам нужно два условия. Нужно, чтобы расстояние было все-таки более десяти километров. На меньшем расстоянии метрополитен будет неэффективен. И нам необходим большой пассажирпоток. Насколько большой – оценки разные. Это от 23 тысяч до 25 тысяч человек в час – это стартовый пассажирпоток, который нам необходим для того, чтобы мы могли привести речь о том, что это метр пассажирпоток, и нам нужно для его перевозки, в первую очередь, строительство метро. Я вкратце напомню, чтобы мы понимали, чтобы мы пришли к определению метро, такому четкому и понятному, что это за инструмент, для чего он. Сошлюсь на уровень профессора Вубана Вучика из Бенсильванского университета. Это наш гур, абсолютнейший. Мы, безусловно, уважаем то, чему он нас учат. Он нас учат, что бывают три вида приоритетов общественного транспорта. Приоритет С – это обычный автобус в обычном потоке. Вот, собственно говоря, может представлять собой приоритет С. Приоритет Б – частично обособленная линия общественного транспорта. Это может быть трамвайный путь на выделенке, где его не пересекают никакие потоки. Это, собственно, картинки Воронежа. То, как был Московский проспект до его реконструкции, трамвай был абсолютно обособлен. Его пути пересекали другие транспортные средства по светофору, но в целом он находился на потоке один. Тоже Воронеж, да, то есть он, в общем-то, находится на городской территории, ни за каким-нибудь забором, ни в туннеле, ни на эстакаде, но, тем не менее, он достаточно обособлен. Хотя, в принципе, эта зона была проходная. И вот, например, выделенная полоса – это тоже так называемый приоритет Роу-Би. По нему вот в Москве двигается автобус. То есть ему никто не мешает, из других участников движения он двигается. Но, скажешь, это полностью обособленное место, назначенное только для этого автобуса. Здесь может появиться и пешеход, здесь при желании может появиться какие-то автомобили срочных специальных служб. Ну и правительственный кортеж тоже может воспользоваться этой полосой вполне. И последнее – это приоритет Роу-Эй. То есть это ситуация, когда никакое другое средство и никакой другой пешеход не может оказаться на пути нашего общественного транспорта. Воронеж – Северный мост, полностью обособленный. То есть там, в принципе, никакие другие участники движения, ни пешеходы не оказаться не могут. Волгоградский метротрамм, который частично находится в туннелях. Да, вот, собственно, там тоже нет пешеходов. Метрополитен, причем, заметьте, да, это вот наземная линия, то есть метрополитен. Конечно. На самом деле, град, аэропорт. Надо же экономично делать. На самом деле, град, аэропорт. Очень, кстати, интересная мысль. Град, аэропорт, вот, градил град, действительно большой, скажем. Вот он действительно хороший. Аэропорт будет. Аэропорт – не знаю. На порты нет. Не узнали. Но если град, то это… Вот это интересная мысль. В юго-западной как мы пойдем? И откуда? Из центра. Ну, пока не так. Во второй очереди. Нет, это понятно, что вторая очередь. Ну, вот из центра откуда? От театра юного зрителя. Да, пойдем? Нет, не пойдем. От галереи Чижова у нас. От галереи Чижова. В принципе, логично. Потому что точка пассажиров генерации там достаточно большая. Потом мы пойдем. Я так понимаю, Павлица Борошилова вдоль как-то, да? Да. Через юго-западный рынок и в основные массивы юго-западного. Правильно я понимаю? Ну, в принципе, в принципе логично. Еще какие-то линии будем строить? На берег. А на левый берег как? Расскажите. На левый берег как? Куда? Как использовать эстакады. Вот вы знаете, у нас это очень интересная мысль про использование эстакады северного моста. Я, в принципе, с вами согласился хотя бы из того соображения, что эстакада изначально назначалась взглядской основы транспорта. Но как на нее сейчас зайти, я лично представить себе, понимаете, мне представить себе затруднительно. Потому что все проекты, которые сейчас рисуют, рисуют поворот с железнодорожной насыпи на эстакад. Он невозможен. Да, а как? Южный мост. Собираемся с левого берега все. И после вагрессии ниже делаем южный мост. И выезжаем где-нибудь на стол. Подождите, скажите. Метрополитен мы совместим с южным мостом. Правильно я вас понимаю? Вот вы знаете, что меня в вашей теории смущает? Если мы посчитаем вот это вот расстояние... Я имею в виду возле вагресса где-то метров 50-100 обособленного древа. Как интересно. Вы знаете, я вам скажу, что там геология такая, там очень резкий склон. Я даже не представляю, где мы здесь выйдем на него. Подземный. Подземный. Потом мы снесем ТЭС-2. Правильно я понимаю? Потому что иначе мы на левый не зайдем. Это очень сложно. То, что вы говорите, вы, возможно, в чем-то правы, но это очень сложно. Потому что, понимаете, в чем проблема города? В городе очень много всякой чертовой инфраструктуры, которую при строительстве метрополитена надо будет переносить, реконструировать и так далее и тому подобное. Здесь, соответственно, нам надо снести бешеную долю частного сектора, переустроить развязку. Это работа вот здесь миллиардов на 10 будет. Вот в этом треугольнике. А снес ТЭС и построить ТЭС в другом месте, это работа миллиардов на 20. Это только для того, чтобы проложить мост. Так, мост мы не считаем. В принципе, если бы у нас неограниченный финансовый ресурс был, и большие возможности по переустройству инфраструктуры, ну да, то есть трубы там, господи, делались как пластик в доме, да, то было бы ничего, но на практике это очень сложно. И кроме того, вы знаете, а почему вы решили строить вот линию где-то здесь, да, а куда она дальше по левому берегу пойдет? Вверх. Вверх. На Остужево. А почему вам кажется, что надо метрополитен делать ее образной? Это ведь вы очень серьезно за удорожание строительства. Конечно. А почему нам не пустить его по Северному мосту изначально? Понимаете, в чем проблема? Я вам сейчас объясню. Здесь пассажир поток такой интересный, да, вот здесь сейчас с вот этим кольцом, вот с этим кольцом сейчас справляется газель. Пассажир потока, который будет ехать кругами, у нас нет. У нас запустили два маршрута, один С и один В. Они сейчас закрыты, они проработали две недели. То есть поэтому в маршруту пустили большой автобус. Его пришлось закрыть, потому что на нем никто не есть. А вы говорите, давайте так построим метро. Решение интересное, но поймите, что метрополитен это вещь, которая строится по максимально прямой траектории. Кругами метрополитен. Может себе позволить строить только Москва. Витер уже не может. Потому что круги... Есть такой интересный... Есть такой интересный спич. Один автор сказал, что... Как просчитать, сколько у вас ошибок в пролонированной маршрутной сети в городе? Вот сколько у вас кольцевых маршрут, а сколько ошибок. То есть везде есть возможность сбегать в кольцевых схемах, надо сбегать. А метрополитен надо строить предельно по прямой траектории. Ну, в общем-то, мы определились, да? Как мы строим метрополитены. То здесь мы посмотрим вот на такую схему. Это профессиональное исследование. Это не от город Москва. То есть в том, что исследовательский институт автомобильного транспорта посчитал пассажир потоков в Воронеже. Легенда здесь у меня не поместилась так, чтобы максимально были видны пассажир потоки. Значит, собственно говоря, максимальный пассажир поток у нас есть из, как ни странно, из центра Юго-Западной. Причем где-то вот до района Комарова. И самый большой пассажир поток это у нас площадь Ленина, памятник Славы. Дальше он разветвляется на два не очень больших, но тем не менее это пассажир поток до Северного Универсама. И пассажир поток на Град. Это схема пассажир потоков. Есть еще один пассажир поток, на который можно было бы обратить внимание. Это пассажир поток по Северному мосту. Он тоже достаточно велик. И примерно где-то, ну вот здесь вот я по легенде смотрел, я вам скажу. Здесь где-то 18 тысяч человек в час пик. Вот здесь где-то 24 тысячи человек в час пик. Здесь примерно 22 тысячи человек в час пик. То есть вот потенциальные линии метрополитена, которые могли бы лечь в основу. Есть еще большой пассажир поток по Левому берегу, но тем не менее его оценки более скромными. Здесь в районе где-то 16-18 тысяч человек в час пик. Это вот те места, где потенциально строительство метрополитена возможно рассматривать строительство скоростного транспорта. Собственно говоря, та схема, которую предлагают город и транспорт, да, вот она, мы разрабатывали для ЛРТ, она, собственно говоря, все эти пассажир потоки она и накрывает. И единственное, что мы хотели бы пассажир поток центра Юго-Запада отнести на Кольцовское по той простой причине, что строить магистральный транспорт центральной исторической части города, вот вы знаете, для нас мы рассматриваем город как единый шивой организм, и мы не хотели бы дополнительно уродовать центр ни попытками строительства метро, ни попытками строительства скоростного трамвая. То есть по окраине центра, да, то есть на нас пойдет трамвая. Потенциально мы также рассматривали возможность строительства линий на левый берег, в район больницы 10-й городской электроники, возможно на Ломоносово, хотя вы знаете, вопрос сейчас строительства линий на Ломоносово, я сейчас просто специально проехался через северную часть нашего города, то есть по улице Ломоносово, я в маршрутке ехал там один, я начинаю сомневаться. Но тем не менее, основной у костяк линий, да, вот то, что мы предлагали, он выглядит именно так. Теперь... А можно про печеньки? Да. Мы там прочитали, очень непонятно, почему несколько тонн печенья. От компонентов. От компонентов. На следующий. Этот транспорт станет последним абзацом. Так, хорошим подспорим для разгрузки города и бесплатно. Вместе с себя несколько тонн печенья, от компании НТВ. Ну, дело в том, что Репард Маш когда-то делал телеканал НТВ, и человек там упоминал о том, что строительство всех этих красных видов транспорта явно финансируется печеньками из Госдепа, но вот мы решили так уж. Какие преимущества ЛРТ перед метрополитеном? Он намного дешевле в строительстве эксплуатации, чем в системе метрополитена. Он также экологичен и гораздо более доступен. Я прощу Ваше внимание за то, о чем говорил Михаил. В Питерском метрополитене все ездили? Да. Представление имеется? То есть, пока вы доедете до станции чисто на экскалаторе, вы успеете прочитать, наверное, там страниц 10 книги. Пока спускайте. Не самый глубокий питерский метрополитен, это уж поверьте. В России. Да, в России, да, спорить не буду. Киевский поглубже будет, да. И в Голландии метрополитенов тоже поглубже будет. Но, пока, грубо говоря, вы дойдете и пока... Вы знаете, вот есть в московском метрополитене еще переходы между станциями, там есть по полкилометра пешком. Тоже весело. Вот у ЛРТ, как ни странно, этих недостатков нет. Ты перешел дорогу, подошел к станции, то есть доступ, доступность пешеходной станции, ЛРТ, да, или остановки это, да, как ее назовем, она минутная. Доступность станции метро в среднем, да, с учетом прохождения турникетов, может достигать 10-12 минут в России для Питера. И для Москвы где-то порядка 6-8 минут. То есть это время, которое вы будете тратить на то, чтобы спустить себя на дорогу. Ну, как правило, в городах типа Москвы, Питера и ЛРТ является продолжением метрополитена, то есть более легкой версией того, что мы построили относительно метро. Во многих городах даже очень сложно где-то различить, да, где заканчивается метрополитен классический, где начинается уже легкое метро и легкорельцевый транспорт. В частности, например, есть спор о том, что такое Гутовская линия в Москве, да, это легкое метро, да, или это классическое метро просто на эстакаде. Ну, скорее, это классическое метро на эстакаде, чем легкое, да, чем ЛРТ. Но, тем не менее, то есть границы здесь размыты. И пассажирпоток от 8 до 24 тысяч человек в час. Маршрутная скорость 25-40 километров, то есть не сильно ниже метрополитена, который начинается от 35. И я хотел бы обратить внимание, что для ЛРТ пассажирпотоков, если так посмотреть внимательно, это намного нам больше. Подчеркну, да, то, что метрополитен, ну, это, знаете, больше для обзорной лекции, а то, что вот это не метрополитен. По одной простой причине, что его провозная способность, ну, она, вот этих вагонов, вот тут влезает где-то 12 человек в каждой, 12, 24, 36, 72, 84, где-то под Соке, вы знаете, в автобус только влезали. И самое смешное, его трамвай обвиняет, который идет. Да, причем очень уверенно он это делает, очень уверенно. Это экскурсионный транспорт в ВДНХ. Это не городской транспорт, и тем более не метроп. Вот эта вот классическая такая штука, да, называется абхазское метро. Вот такая русская шутка, да, новоафонская подземная железная дорога. Это экскурсионный транспорт музейного комплекса. Загрузка вот этого состава, она тоже невелика, то есть, ну, тут порядка 120-140 человек влезет, да, это не метрополитен. Но он приспособлен для подвозки туристов к туристическому объекту. То есть, это на самом деле транспорт для незначительного количества, но просто по-другому так сделать было нельзя. Ну или не хотели, решили, так сказать, нереального понта заколотить. Ну, так и абхазское метро. Итак, почему у нас в Воронеже не нужно метро, да, то есть, почему оно нам не требуется? У нас всего два пассажира потока, больше 23 тысяч человек в час. И те, у нас больше 23 тысяч человек в час, только в час пик. Мы что будем строить метро в час и пик? То есть, на 4 часа в день? Ну, это, наверное, как-то расточительно. А... Идиот. Да. Надеюсь, что по поводу 4 часа в день, меньше 4 часов в день. Потому что, если смотреть тот же самый НИАД, картограмму по суточному пассажиропотокам, получается... Видишь, я беру оптимистический вариант. Понимаешь? На самом деле, два. Мы понимаем, что два. Что народ, в основном, едет к девяти, да, с восьми до девяти, да, до максимума. Просто, слушай, то же самое НИАД. Та же самая картограмма потока только суточная. И у них получалось перегон от труда, проспекта труда до заставы 52 тысячи человек в сутки. И от заставы до проспекта труда получалось 50 тысяч человек в сутки. Собственно, как бы, это всего. В сутки, да. А нам нужно вдвоем меньше, но в час. Вот такая беда. Второй момент. Воронеж – это город очень компактный и очень плотный. По застройке, по расположению точек пассажирогенерации. То есть, что такое точка пассажирогенерации? Это то, откуда люди могут прийти на транспорт. То есть, это торговые центры, офисные центры, крупные жилые комплексы, в какие-то места, там массовое скопление граждан, там тот же стадион, да. Это тоже точка пассажирогенерации, пусть и не регулярно работающая, да. Эти точки воронеже, особенно в центре, расположены друг другу очень близко. А у метрополитена, понимаете, у него есть одно технологическое ограничение. Метрополитен эффективен только если перегон между станциями составляет не менее километров до двухсот метров. Потому что высокая маршрутная скорость метрополитена, 35 километров в час и выше, она обеспечивается за счет того, что поезд разгоняется и какое-то время идет с достаточно большой скоростью, то есть 60-80 километров в час. Если расстояние между станцией будет, простите, 500 метров, он не будет успевать разгоняться, и его маршрутная скорость окажется в значении где-то от 20 до 40, а тогда возникает вопрос, а почему бы нам не построить трамвай, если у нас есть вот такие скоростные ограничения. Дешевле будет намного, а скорость даже. Соответственно, плотность – это аргумент против метрополитена. Самый тяжелый вопрос – это стоимость строительства метрополитена. Здесь указана очень оптимистическая оценка. Я подчеркиваю, это очень оптимистическая оценка. Это 30 миллионов долларов в километр. Сейчас расскажу про реальность. Сейчас расскажу про реальность. Значит, первая поправка на реальность – это однопутное счисление. А как вы знаете, что в России метрополитен строится двух пунктов, то есть два туннеля. Умножаем на это сразу. Это первый момент. Это без учета стоимости станции. Считаем линию 60 миллионов долларов за километр, плюс по 5 процентов. Это опять очень стромная оценка, если это будет просто каменный сарай, без всякой отделки станции. Вот каждая станция на 5 процентов смету может увеличиться. Второй момент. И, наконец, третий момент. Что это за стоимость строительства 30 тысяч долларов? Это так называемый испанский метод. Вы знаете, когда я не то что не был молодым, когда мой дед был молодым в 30-е годы прошлого века, когда строилось московское метро, этот метод назывался Берлинский. Что он собой представлял? Мы не углубляемся, мы раскапываем улицу. Ну то есть то, что я вам показывал в Лондоне. Мы раскапываем улицу, строим туннель прямо вот так сверху. Ну то есть это глубина залегания где-то 5-10 метров. 10 это максимум, 5 это минимум. То есть она строится непосредственно под полотном дороги. Потом мы закапываем, заизолируем, потому что он электрический ток, кладем асфальт и у нас, собственно говоря, такое метро низкого залегания получается. Но я хочу обратить ваше внимание вот на что. В Москве первую линию метрополитена так строили всего две станции таким способом. То есть раскапывали все сверху, делали туннель, засыпали, присыпались, клали асфальт. Дальше, когда подошли к площади трех вокзалов, почему-то предпочли углубиться внутрь. И очень-очень глубоко. Кто видел по красной линии, знаете, что ее станции центральные, да, то есть они находятся очень глубоко. Почему так сделали? Почему не стали раскапывать центр Москвы, когда оказался дешевле? Значит, подчеркну, это не дешевле. Так можно строить в чистом поле. Вот если мы ведем метрополитен в чистом поле, то есть нам нужно, грубо говоря, где-то на окраине подвести, ну, грубо говоря, граду мы поведем метрополитен, да, вот там окраина, лес, вот мы раскопали сверху, классно, вот так и надо будет делать. Там лес, и ничего больше нет, лес, белки, белки подвинутся, ничего страшного. Потом засыпем, снова посадим лес, все будет хорошо. Там нет никаких коммуникаций. Вот так можно. Там, в центре городов больших, где существует сложная система коммуникаций, например, я так представлю, если мы будем копать под метрополитен перекресток Полихановской-Кольцовской, я себе не представляю, на какой объем денег нам обойдется перекладка всех коммуникаций, которые мы уберем, да, метрополитен. Понимаете, как там коммуникация строена? Они улицу пересекают, вот так вот, трубопроводы, горячая вода, холодная вода, отопление, где там центральная теплоцентральная идет. Кабели, это вообще никто не скажет, сколько там лежит. Канализация, да, то есть это совершенно бешеный объем коммуникаций, который надо бы не просто сделать вот такую вот фигню, как тут туалет, если нам что-то мешает, мы сделали один 90 градусный поворот, другой 90 градусный, третий, четвертый, и вот так труба обошла. Это, кстати, не очень красиво, все знают, да, но так в туалете сделать можно с пластиком другой. С трубами, по которым идет под давлением вода, вот под метрополитен ее вот так вот сделать нельзя. То есть это надо полностью делать перекладку в трех кварталах вот рядом. Поэтому стоимость такого строительства ни разу не дешевле в центре города, где надо будет перекладывать коммуникации, сносить объекты, подравнивать дома, чтобы у нас радиус уложился, потому что когда мы будем строить таким способом в центре, если нам понадобится линию запруглить, там надо будет выдержать радиус. Радиус чуть меньше железнодорожного, но все равно это 450 метров минимум. То есть 450 вот тут. То есть, грубо говоря, метрополитен, если мы будем строить его открытым способом, он с улицы Плехановской на Кольцовскую не повернет, не впишется. Поэтому линия, если мы будем строить под Плехановской, она может закончиться только на ВВУ. Повернуть она, если мы будем строить ее открытым способом, она не сможет нигде, абсолютно. Вот это надо понимать. Поэтому, когда мы берем проходческий щит и углубляемся на 20 метров и более, это зачастую гораздо более дешевый способ строительства, чем капать среду. Это надо помнить. Потому что метро мы стоим в городах. Ну и поправка на российские условия. Дело в том, что, опять-таки, стоимость строительства, она, если мы возьмем реальные российские цифры, сметные, то они будут находиться в пределах от 5,5 миллиардов рублей за километр двухпутного, правда, исчислений, до 12 миллиардов за километр двухпутных исчислений. Почему так? 12,5 – это больше для Питера, а 5,5 – это больше для Москвы, и то, что там метрополитен сейчас строится на окраинах открытым способом по пулю без переноса особой коммуникации. Почему в Питере такие высокие стоимости? Потому что Питер стоит на болоте. В болотах, не верите, никому там можно построить метрополитен. Знаете, как в болоте метрополитен строится? Не знаете? Конечно. Замораживается объем земли там 10 на 10 и вперед на 200, после чего лед рубит проходческий щит, опалубка, да, и после чего там получается туннель. Но вы представляете себе энергетический затрат, оно то, чтобы заморозить вот такой вот кубик болота. Они сумасшедшие просто. Да, так строить можно вполне. То есть, поверьте, строить нет никакого технологического препятствия просто в болоте, а то и просто в воде. Вот кровь. Никакой проблемы, это дорого просто. То же самое в песках. Знаете, как в песках строится? Сначала заливают, потом... А? Аааа... Заливается вода, замораживает? Нет. Косом кальценируется, то есть, из него делается стекло. Тупо, банально. Это еще более дорогой метод, чем замораживать болот. Забиваются сваи вот так вот, через них делается, я уже забыл, давно был химиком, чёрт возьми. То есть, грубо говоря, песок превращается в стекло, то есть его подогревают, добавляют... Чёрт его помнит. Что, Миша, не помнишь чёрт? В общем, он его превращает в стекло, по-моему, воды. Воды, воды. Возможно, так и можно, но на практике я не слышал. И, знаете, самый главный аргумент, который я хотел бы привести против строительства метро, это высокий эксплуатационный расход. О чём идёт речь? Речь идёт... А почему мы идём в ту сторону? А, вот теперь в ту сторону. Речь идёт о каких цифрах. Значит, бюджет в Воронеже на 16-й год составляет 14,5 миллиардов. Один километр дистанции нам обойдётся, ну, по самым скромным оценкам, вот мы считали, 2,4 миллиарда. Сколько мы построим за наш бюджет? Ну, по моим оценкам, километров 6. Да, 6. Ну, это оптимистически, да? А нам нужно, чтобы метрополитен-линия была хотя бы 10. То есть, понимаете, да? Это при том, что в Воронеже не будет ничего. Ни детских садов, ни школ, ни больниц, ни мэрии. Вообще, справки вам никто не вводит. Вообще не будет ничего. Вот весь бюджет мы уходим на строительство, собственно говоря, 6 километров в местности. То есть, чтобы построить метрополитен, да, то есть, представьте, сколько там нужно лететь. Второй момент. Везде, кроме Москвы и Питера, скоро строительство метрополитена, максимально, я это подшеркнул, 1 километр в 2 года. Почему так происходит? Во-первых, потому что все силы, все щиты, более-менее, все бригады сейчас работают на строительство московского метрополитена, которые сейчас самые ударные за все годы, потому что Собянин, если я не верю, что еще построить метрополитен, он спасет город от пробок, не поможет. Нет, это, конечно, приходится, но это не поможет. Там нужно немножко другие решения применять, там, комплексные решения надо принимать. Чего там пока не понимают, то поймут, я уверен. Поэтому строительство скорости, максимум, что мы можем добиться, это при том, что мы построим свои проторческие щиты. То есть, представьте, насколько мы не иметь это возьмем, арендуем, а свои поставим. У нас будет один километр два года, не больше. То есть, для того, чтобы построить две линии метрополитена, которые мы с вами обозначили, одна, значит, я считал, где-то будет 19 километров, вторая на юго-западной, по-моему, 13,7. Вот, посчитайте, построимые где-то 2050 году. Нам оно точно будет нужно в 2050 году? Я не уверен. Вот не уверен, честно. А гигантские убытки снова. Что же за гигантские убытки? Итак, с Нижней Новго. В 15-м году Нижезаровский метрополитен принес убыток в 522 миллиона. Это при том, что в 14-м году был закрыт 11 метромостов, и часть линии сейчас не обслуживается. Тем не менее, вот такой убыток. Екатеринбург 400 миллионов. Умеет в хозяйстве хорошо, молодцы ребята. Всего 400 миллионов, это очень хорошо, показали, правда, бесшумно. В Самаре чуть похуже, да. Самара город, стоящий на Волге, метрополитеном народ пользуется охотно, но метрополитен – это огромная сложная инфраструктура, которую надо содержать. И которую город Самара покормить не в силах, и поэтому убытков 429 миллионов у самарского метрополитена. По поводу Екатеринбурга и Самары, что хочу сказать. Там пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, до 2018 года метро им гарантировано. После 2018 года все чаще и чаще идет разговор о том, что метрополитен в этих городах надо закрывать, потому что в условиях финансо-экономического кризиса эта цифра не посильная. Нижний Волгогр, та же картина, там говорили о том, что закрытие метрополитена может состояться со дня на день, вот сейчас. Киев – это ближнее зарубежье, я думаю, что тоже можно привести кое-какие цифры. 2015 год – 100 миллионов гривен, о курсах можно спорить – 220 миллионов рублей. Это очень большая победа киевских метрополитен. Очень большая. До этого, в 2005 году, например, киевский метрополитен был абсолютным рекордсменом по объему убытков в мире, который принес метрополитен. Это Киев, это европейская столица, понимаете? Тем не менее, пассажир потопа в городе достаточный для того, чтобы метрополитен хотя бы работал с маленьким убытком. Миллионов несколько. Его не хватает. Баку. Прекрасный город Баку, отличный город, мечтаю там побывать. За первый полугод 2016 года убытков на 61 миллион монадов – это 2 миллиарда 188 миллионов рублей. Храни на спорте нефтяные поля Азербайджана. Потому что только нефтяной бог может позволить себе содержание бакуинского метрополитена. Больше, я не знаю, ни одного фактора, по которому эта транспортная система может продолжать функционировать. Москва. Я вам напомню про Москву. Сейчас. Почему мы не хотим дальше пример? Москва. 2 миллиарда 600 миллионов человек. С каждого из них берется примерно по 32 рубля. Я думаю, что этот метрополитен работает в ноль. Потому что если мы берем текущее содержание линий, то там будет даже небольшой плюс. Потому что пассажир поток вот такого объема реально может прокормить. Это 2 миллиарда человек. Треть населения земного шара в год проезжает к московскому метрополитену. Но по количеству поездок, естественно, не буквально. Притом, понимаете, это дорого. То, что московский метрополитен, его цена, это дорогая цена. Разовая поездка там может доходить до 50 рублей. То есть не со всех берут от этого. Некоторые берут от десерта. Но если мы возьмем расходы на реконструкцию станций, которые достаточно старые, и на строительство новых линий, то московский метрополитен, естественно, глубоко выточен. Но такой город, как Москва, может себе позволить содержать метрополитен. Потому что без него Москва просто перестанет существовать. Потому что такие мегаполисы, как Москва, это город за гранью разумная. Он без системы метрополитена просто будет обречен разбиться на несколько городов. Единства городского не будет без системы метрополитена. Поэтому там это жизненная и объективная необходимость в Питере. В Питере то же самое. Потому что это город, который, понимаете, знаете, где черта лежит? Когда реально метро, оно уже становится необходимостью. когда город становится слишком большой. Это 5 миллионов человек. Вот тогда, да, надо. Запомните, надо после пяти. Но не после миллионов. И Питер, понимаете, он стоит где? В Устье реки него. У залива. Соответственно, там очень сложная география. И мосты не справятся объективно. В Воронеже можно построить еще мосты. И все будет нормально. В Питере нельзя вопнуть мосты через каждый квартал. Поэтому метрополитен там это необходимость. И тем более там не одно водное препятствие. Их там на самом деле много. Несколько. В Питерске, да, он выточный, конечно. С учетом того, как он строится сейчас, он безусловно выточный. Теперь по поводу близости точек пассажиров генерации. Вот такие схемы я нарисовал. По поводу нашей линии от памятника Славы до, собственно говоря, до ВГУ. Вот я звездочками расположил точки пассажиров генерации. То есть, где есть пассажиров генерающие точки. А вот эта красная линия, это минимальное расстояние. Километр 200 пресловутый, который нам необходим между станцией и станцией. Если мы пойдем от ВГУ, то следующую станцию оптимально располагать где-то между улицами Уйкова и улицей 1905 года. То есть мы пропускаем практически большую часть точек пассажиров генерации в центре. Есть, конечно, интересные варианты строить кривые линии. Но мы помним, сколько стоит километр? Сколько нам стоит будет кривые линии строить? Очень дорого. А самое главное, совершенно неоправданно. Синяя корда, это если мы между площадью Ленина строим заставы. Вот между площадью Ленина и заставы, да, площадь Ленина и заставы оптимальна. Тогда мы пропускаем и центральный рынок, и галерею тяжелую. Прекрасный метрополитен у нас получается. Вот еще одна тут. Вокзал, галерея тяжелая, фабрики, институты, другие там объекты интересные. Тоже самый, юбилейный. Здесь тоже есть объект, там, ну, завод Весанка, крупный комплекс построен. Вот эти точки мы пропускаем, галерею пропускаем. Оптимально мы можем следующую станцию построить, чтобы километр 200 где-то в районе вещевого рынка бывшего. Немножко не получается. Если мы строим станцию самолета и делаем хорду в центр, то она где-то находится у нас в районе остановки улицы Кусыгин, но чуть-чуть не доезжает. Тоже немножко неудобно получается. Это про плотность, да? Если мы ведем хорду от заставы, то оптимальное расстояние у нас будет где-то в районе рабочего проспекта современной остановки. Политех, Мегион мы пропускаем. Нет, мы можем строить по кривому. Но это будет удорожание строительства раз в два. А самое главное, насколько это будет удобно пассажирам. Это, собственно говоря, вот так вот ездить кругами вокруг. То есть вот такая ерунда у нас получается с плотностью. И, собственно говоря, что же мы предлагаем вместе? Вместо мы предлагаем легкомерсивый транспорт, который обойдется нам в каких-то жалких 450 миллионов за километр двухпутного исчисления с учетом остановок, с учетом стоимости депо и вагонов. Я понимаю, что это немаленькие деньги, но это намного меньше, чем стоит метро. Легкомерсивый транспорт может существовать как, опять-таки, полностью обособленный в Праге. В Праге он полностью обособлен, какой-то кусочек. Он может вполне совмещаться с городским пространством, с пешеходными зонами. Это не просто выглядит экологично. Это очень дружелюбный транспорт для экологии. Мы видим растет трава между пути. А самое главное, через его линию могут спокойно картики люди. То есть он не разрывает городскую пространство. Потому что в Воронеже есть огромная проблема. У нас есть железная дорога, которая через центр города практически идет, которая разрывает городское пространство. Это проблема. Прогладка трамвая не разрывает городское пространство. А в наиболее сложные участки мы можем, как в Балаграде, спустить под землю. На небольшом заложении, немножко в стороне от кварталов, мы можем спустить вот такой городской трамвай. Но в отличие от, если мы посмотрим, длина этого вагона максимально 33 метра, но вот этого 30. То линия ЛРТ, будучи подземной, она вполне сможет повернуть с Плехановской на Кольцовскую. То есть она это недостаточно лишена. В то же время провозная способность лета рельса у транспорта от 8 до 24 тысяч человек. То есть с 24-мя человеками в пик он справится. Да, там загрузка будет как в московском метрополитене. То есть люди будут на подножку стоять достаточно плотно. Но, тем не менее, ЛРТ справится с нашими пиковыми пассажирпотопами. Это надо понимать. А в то же время он не будет винировать бешеные убытки, которые будут накапливаться за счет функционирования остального времени. Потому что вагона будут ходить не пустыми, но полпустыми. И это намного дешевле. Надо понимать, да. То есть в любом случае инфраструктура, но она обойдется в пускодельских местах. Не надо. Не надо. Берем Московский проспект, выделяем две полосы от движения. Строим на них рельсы. Забудливо. Ограждаем эти рельсы. То есть травочка, здесь где-то препятствия. Но, чтобы автомобилистов не было желания по ним ездить. Небольшой заборчик от автомобилистов. Так вот, в виде полушек. Простите, сейчас пробок нет. Я вас правильно понял? Нет, не будет. Знаете почему? Я вам сейчас объясню это очень просто. Вот представьте, у нас есть линия аэропорта ВГУ. Которая с северного можно практически беспрепятственно попасть в центр. У нас есть подвозящие маршруты, которые по выделенной полосе идут к ней. Автобусы по Лизюкову идут по выделенной полосе. По Хальзунову идут по выделенной полосе. Теперь смотрите, у вас есть очень простая альтернатива. Вы будете ехать два часа в центр, но в своей машине. Слушая радио и покуривая сигаретку. Либо вы доедете до центра на трамвай, но за 28 минут. Я больше чем уверен, что большинство нынешних автолюбителей, поездив недельку по огромным пробкам, они очень быстро принадут вывод, что трамвай это авто лучше, дешевле, надежнее и круче. Можно, да, конечно, да. Передумаю на этот слайд, да, конечно, давайте так. Скоростной трамвай, да, принимаем. Как бороться с автомобилистом, так скажем, с автомобильным лобби? То есть мнение автомобилистов о том, что вот наша дорога... Автобусы владеются, да? Нет, не автомобилисты. Я говорю, вот, обычный автомобилист, водитель. Один ездит на машине в салоне, привычно на работу. Но он привык к этому, как обычно в России бывает. Все новое, это тяжело воспринимается людьми. Как с этим бороться, то есть с автомобилизацией бороться? Знаете, мы... Ускоряется. Ускоряется. Которая постоянно ускоряется. То есть, ну, за прошедшие, наверное, лет шесть живут в Воронеже. Количество автомобилистов среди друзей и знакомых все больше, больше и больше. То есть как бы остановить автомобилизацию сначала? Остановите автомобилизацию... Можно я ворвать? Да, давайте. Не надо останавливать автомобилизацию. Автомобилизация, это прекрасно, это отлично, это супер. Автомобили пользу не надо ограничивать. Автомобили пользу. Да, я не веду. Нет, ты чего так далеко от уходишь? Нет, я просто... Про то, что возникнет сразу конфликт. О том, что будет разговор. Будем строить, опять возвращать трамвай. И автомобилисты будут сразу же говорить о том. Знаете, городская среда, это... Да. Есть такой момент, что... У нас есть Москва. Большой город, много машин, но есть такая проблема, что если... То есть большая часть времени, большая часть машин стоят в гаражах, или на газонах, или за городом. То есть они не находятся на дороге в движении. То же самое с Воронежем. Я... Я... Я сейчас поясню, пожалуйста, как с этим бороться. Вот вы знаете, как мы с этим боремся. Мы берем и проводим постоянно вот такие лекции, да. Мы постоянно готовим общественное мнение к тому, что дальнейший рост автомобилизации, он неизбежен, но дальнейший рост автомобилепользования это безумие. Понимаете, наш центр, то есть наша вот точка пассажиров притяжения, которая дневное, да, буднее, он не может уже вместить те машины, которые стремятся к нему приехать. То есть рано или поздно нам это придется неизбежно ограничивать. Почему? Люди сейчас просто приезжают и обнаружат, что им нефти запарковаться. Если мы сейчас начнем вводить платную парковку и... Сейчас? А, сейчас. Ну, пожалуйста. Ну, ладно, да нет, я тоже верю. Поверь, я в Дементьево верю. Когда человек горожан, я то, что областной департамент это способен сделать, я верю. В этом случае, ты знаешь, мы-то можем невозбранную помощь-то оказывать-то немерено-то. Можем, да, вот там мы можем. А, значит, понимаете, центр уже не вмещает эти автомобили. То есть рано или поздно у всех возникает вопрос, он уже возникает у всего города. А что дальше? Вот, все говорят, давайте строить платные парковки. Давайте строить перекватывающие. Давайте строить упреждающие. Давайте строить... Это телепортальные... Нет, телепортальные мы еще не строим, да? Все остальное строим, да. Это не поможет их негде строить. Вот это есть хороший статус, оказывается, на счет того, что... Это было сказано в 60-х годах в США, что мы разработали массу инженерных средств для того, чтобы развести эти колоссальные автомобильные потоки из центра города. Мы можем строить различные развязки, эстакады, тоннели. Но мы не можем двигаться дальше и задать один простой вопрос. А может быть, всем этим машинам не нужно приезжать в центр одновременно? Совершенно верно. То есть, понимаете, мы, наверное, не поздно придем к мысли о том, что не может каждый человек ездить на своей машине в центр города на работу, при условии, что он не может заплатить за это какие-то достаточно большие деньги. То есть, люди, которые готовы будут расстаться за поездку центра с двумя тысячами рублей за один день, это будет, ладно, хорошо, ребята, доезжайте, значит, вам на этом правда нужно. Но когда каждый будет ехать на свои машины в центр, это безумие, это надо останавливать. И это будет остановлено даже естественным путем, просто потому что центр уже не вмещает эти автомобили. И, понимаете, надо продолжать доносить эту мысль, что, поймите, господа, вы можете ездить на своих машинах на природу, за покупками, в торговые центры, в других городах, к друзьям. Вы можете ездить на своих машинах ночью, да, то есть, когда не ходят общественные транспорты по активным причинам. Но, когда весь город будет ехать на свои машины в центр на работу, это безумие. Так, конечно, продолжаться не может и не будет. А по поводу платных парковок? Первая ремарка, что история про то, что Вармых же начнут строиться платной парковки, и вот, в следующей весной, наверное точно, на моей памяти, с осени 2013 года, когда мне прямо говорили, что вот мы в апреле, в мае мы прямо начинаем разработку, а в августе у нас прям пилот будет на Кольцовках. Потом та же самая история. Осень 2014-го, 2015-го, 2016-го года. В семнадцатом году. Я предсказуем, но не знаю. Это первый вариант. Ну, насчет того, что, типа, город у нас как-то вот собирается, но никак не закончим. Ну, хорошо, мы в нем верим. И второе, это что? Я нет. В город не верим. А, окей. Дементьево. Нет, в Дементьево верим. Хорошо. А и второе, это начало, что? Ну, на самом деле, любая парковка платная, и в любом городе всегда можете, даже оборудить, всегда можно найти свободное место. Нет. В любом месте можно запарковаться бесплатно. Проблема только когда. То есть, условно говоря, если ты ехать в 5 утра, наверняка в центре будет куча свободного места. Но мало кто готов приезжать в 5 утра. А в 8 уже не будет. В 8 уже не будет. Потому что уже кому-то надо было приехать в 9. Нет, в 8 кому-то. Ну, в 9 уже понимаешь, что в 9 тоже точно не будет. Нужно и дальше. Да. Можно здесь мои предложения? Ну, вот раз подпускать. Да. Будьте здоровы. Рашид представьте, я, Красивый Юрий Владимирович, профессорчик, 40-летний стажер, работал в генеральных планах городов, но, правда, закрытых военных. Я измель проекта. Главный специалист. Сейчас я привлечен к работе, общественной работе, в общественном районе при областном управлении. В чем здесь сложность? Метро. Метро. Метро может быть. Отсужить точно. Может быть. Оно будет стоить дорого. Раз и герплант первый. Сейчас. Да. Оно будет стоить дорого. Это тот самый генеральный план, который утвержденный, на котором мы сейчас работаем. Здесь не надо этого. Нет, давайте понять, как упернуть обратно. Оно будет интереснее. О, больше не возвращается, пожалуйста. И так, это наш любимый город. Генеральный план предусматривал развитие, территориальное развитие с Намыровым здесь на поле Дона, С тем, что будет застроен аэродром Балтимор, застроены небольшие участки, поля Схи, вот в этом месте поля Схи, и застроен здесь же сад. И все. Больше никаких утренных возможностей развития города нет. Положительно. Почему? С юга нас поджимает 50-километровая защитная зона от Атонки. С востока здесь у нас промпредприятие, промпредприятие, и вот здесь у нас промпредприятие, и здесь у нас розовый. С севера лесной массив, как будто бы развиваться. Имеется возможность развития. Вообще сейчас вот урбанисты мира, они три схемы развития имеют в городах. Вот Воронеж, это концентрическая схема. Пум-пум. Видите, радиус у нас есть. Трискала у нас. Трискала у нас. Трискала у нас. Трискала у нас. Великолептная схема. Имеется линейная. Ну, допустим, вдоль магистралей каких-либо возных или транспортных других магистралей. Это, ну, линейный у нас Волгоград. 120 километров длиной, шириной 2 километра. Фантастика, а не дорого. Да. И имеется еще секторальная схема, так называемая. Сейчас к секторальной схеме относится Москва. Большая Москва, Новая Москва. Там вот центр, хорошо. А теперь мы вот сюда. Еще такой же город, нормально. Так вот, сюда у нас тоже есть возможность. Сюда развиваться и выродишь. Может быть, еще и секторальный, так сказать. Но здесь в свое время участки, земельные участки пришли в индивидуально-частную собственность. Но методом публичности, витута, то есть выкупа нового дарка, это все очень возможно и развитие города сюда. Итак. Имеется несколько схем метро. Разработаны они москвичами. Помню. Ну, москвичи сделаны схему. Вот отсюда, через центр, через мосты, подхватывали они жилые массивы Левобережья. То же самое от аэропорта, через Сити-парк, сюда, в центр. Как будто бы нормальная вещь, но здесь есть одна чистотехническая обвинка. Вот как вот у нас. От поверхности водохранилища, от уреза воды, до высшей точки, 60 метров. И, таким образом, если проходить через мосты, это тоже своя проблема, да, надо микромосты ставить. Если проходить через них, то мы будем идти в заглублении где-то 50 метров. Если считается, что заглубление на 10 метров метро увеличивать в 10 процентов, 10 процентов увеличить его стоимость. Почему? Как будто бы метро, это все нормально. Тоннель и вот он такой паризотальный какой-то тоннель. Но ведь появляются еще и тоннели для эскалаторов. А вот здесь, в центре, если подниматься на поверхность, под уклоном нормативных, каждый тоннель для эскалаторов у нас будет длиной 150 метров. Это одна тема. Теперь дальше. Для того, чтобы метро отсюда, с этой точки, то есть вот с поверхности воды, скажем так, выходило куда-то наверх, сюда, должен быть уклон, максимальный уклон тритысячный. Это что значит тритысячный? Это значит, что с этой точки, с этой точки, метро может выйти на поверхность где-то около 9-го километра. Оно просто не может. Понимаете, нельзя подняться допустим от Степана Разина и подняться наверх от низа и подняться наверх тросскую скверу. Я можно поясню для аудитории? Сейчас, момент. Сейчас, момент. Я просто закупаю. Чтобы с уклоном пояснить. Хорошо. Да. С уклоном еще свои сложности. Потому что там будут разборные участки взяты метро. Это там будет еще торможение. И там будет не будет скорости движения. Может быть другая схема организации метро. Не заглубляться, а идти на каких-то нормативных расчетных отметках от поверхности земли. Ну, допустим, 20 метров в пример. Я ничего не могу сказать. Но тогда в центре города вот эти линии метро для ветра отсюда, допустим, отсюда или через юго-запад это пойдет сюда. Вот. Они выходят наверху, ну, не наверху, но 20 метров заложения. Дальше пересадочный узел и уже от него как-то я не знаю как через мосты идет вот сюда всех торпятов, могут учиться. Поверьте мне, это все очень долгосрочное развитие. Мне довелось проектировать генеральный план города Центра управления полетом и полной истории. Он сейчас открытый город. Военный совершенно будто закрытый. Это 30 лет назад через 20 лет я с большим удовольствием узнал, что переписи населения в этом городе существует. И моя расчетная численность населения всего существующих разнилась на 600 человек фантастик. Как получилось, не знаю. Ну, бывает. Так вот, город и его развитие рассчитано где-то генеральный план город рассчитан на 20-25 лет. Мы не можем говорить о каких-то сиюминутных вложениях, потому что мы не знаем в каких измерениях будет мечтаем долларов и так это объекты очень долгосрочного планирования. В таком случае, если здесь пересадочный узел и дальше свои будут направления куда-то сюда, вот я таким еще метро у нас представляю. и опять же, считается, что город метро может быть самообеспеченным и рентабельным при населении не менее миллиона двухсот тысяч. Хотя имеются города с меньшим количеством населений, со своим метро, но они имеют еще все возможные виды наземного транспорта, там и трамвай, но это относится в Европе. Но там идет частное государственное партнерство в строительстве и эксплуатации. У нас почему-то вот мы тут считаем, что это мы будем делать своими силами бюджетом города и области. Нет, такого не бывает. Так вот, чтобы такого не было, имеется схема, которая для вас будет абсолютно новой. Пристегнитесь креслом. И она мною заложена в руководство области сейчас находится на рассмотрении этой схемы. Прошу следующее слайд. слайд. Итак, мы видим город. Мы видим ее центральную часть. И видим, что город наш имеет великолепную топографию местности. В чем ее великолепие? Это вот в чем. Мы имеем три исторических спуска из центральной улицы Большой Творянской, она же проспект революции. Вниз это мы по Петровскому спуску, сейчас это Степан Разина, далее по Большой Чижовской, нынче 20-летие и по улице Троицкая, нынче имени Ленина. Везде имеются спуски вниз. Здесь мною изучен хорошо опыт того, как используются подобные вещи в мировой практике. Довольно-таки много подобных случаев. К примеру, Хельсинки. Там хорошо, не будем о Хельсинке. Так вот, если мы в нашей спуске врезаем тоннель, вот полкового церка, может быть, транспортная развязка дальше с выходом на не север. Не север. Дальше под проспектом революции и дальше опять же развязка около ЕВЖД. Это все под землю. Естественно. И далее мы спускаемся вниз. Где-то около ну, чуть пониже, на ниже имеется такая возможность. А здесь мы спускаемся не донешая до динамки. На том пространство. Но это для транспорта. Это для транспорта. А вот это остальное это для людей. Здесь и здесь. Что это такое? Довольно-таки большой опыт в мире освоен в эксплуатации подземного пространства. Строительство эксплуатированных подземных пространств. Что размещается в этих подземных пространствах? это мое письмо обращение было к губернатору нашему. Сейчас оно рассматривается в администрации. и так о чем я говорил. Направляю на ваше рассмотрение для включения в генеральный план Воронежа инновационную бюростроительную идею перспективе позволяющую городу быть готовым к наступлению радикального пересмотра концепции использования городских территорий которые заключаются в вовлечении в хозяйственный оборот на подземных пространств с сооружением его транспортной тоннели а также с сооружением сопутствующих ему объектов обслуживающих группы общегородского назначения. и вот я начинаю перечислять то что сделано в Хельсинки это спортивные арены библиотеки музеи спортивные зрелищные сооружения торговые и деловые центры паркинги в большом количестве размещаемые под детским парком под стадионом под всеми сопутствующими сферами да ну естественно знаете тут даже есть мысль выйти дальше по феортистово феортистово на кольцовскую и в бульвар кольцовский бульвар кольцовский и освоенное подземное пространство это комплекс уникальных сооружений позволяющий повысить уровень регионального гражданского строительства изменит наш взгляд на инженерное искусство феортистово феортистово раскрывающихся возможностей почему я это говорю что этот тоннель поднимет культуру нашу инженерную культуру мне довелось быть в авторском коллективе проектирование нашего немецкого городка непонятного жилого городка в польской германии это не первый мой городок такой же городок был запроектирован по моему генеральному плану запроектирован в Курске Дурнево и Кумчаре для меня достаточно опыт для того чтобы понять что произошло с нашим городом после этого немецкого городка наши строители были привлечены туда второй комбинат еще управление инженерной привлечены туда и мы освоили технологии строительства сборно-монолитного строительства которое сейчас у нас везде идет везде идет мы этого не умеем научились город стал видите стал расти не только шириной вверх значительно мы не умеем что мы приобретем со строительством вот этих вещей мы приобретем новые технологии вот сейчас говорят о разных методах строительства тоннелей метро самый прогрессивный это не наш еще западогерманский прохочет ищет диаметром 14,2 метра скорость его один метр в смену вот давайте считаем один метр в смену три метра и так получается километр в год по одного счета это сейчас что будет дальше когда дойдет через 20 лет строительство этого всего хозяйства трудно сказать возьмите что у нас изменилось за 20 лет в той же самой карманнике в эти технологии сумасшедшие как 20 лет назад кто мог думать что у каждого в кармане будет телефон так же здесь неизвестно что произойдет вы можете сказать да путин говорит вы можете сказать сегодня я когда это будет через 20-30 лет в день обмудру ну дай бог что это спуск к динамо видите какая широкая хорошая улица с разных сторон уже начинают вот построили что-то так вот если на этом месте ну тут правда 50 метровая зона ничего не построишь защитная зона зона зоноэкранная зона железной дороги здесь могут еще строить построить и тогда торнели здесь уже нигде не примешь пожалуйста дальше то же самое с Степана Разина пока еще имеется возможность где-то вот здесь это вот здесь войти и дальше идти к проспекту то же самое собственно говоря и прошу то же самое и по двадцатилетия вот на это место куда-то на это место куда-то недавно запретили строительство дома ну ладно здесь хороший откос тут еще может где-то удастся пройти я-то надеялся что сегодня что сегодня здесь будут представители от московской проектной организации чтобы им сказать друзья учтите в своих разработках метро что вполне возможно вот такая у нас и ситуация что в городу негде будет развиваться в центре почему в центре у нас ожидается транспорт эколаз зачем нужен вообще этот тоннель это очень долго вещает сейчас в Воронеж имеют 300 автомобилей на тысячу жителей Европа 600 Америка 900 считается по прогнозам считается что Россия достигнет через 20 25 лет этих самых 600 европейских что будет с нашим центром если сейчас он не проезжает ну тут машина непостановочная ну я на своей машине надо мне допустим гернастического центра проезжать чтобы машину поставить да и таким образом нам надо вот я вот знаете уже я не один год 10 лет этой теме эту тему я докладывал на общественный слушник генерального плана города он сказал что хорошо замечательно вам бы только найти инвестора да где город тут ну